здравствуйте друзья мы сегодня в гостях у андрея и ларисы екимов это мои соседи они тоже живут в моем родном поселение заветное вместе с сыном также у них здесь рядом живут родители андрей известен в нашем содружестве тем что он профессионально давно уже занимается пчеловодством очень многие с ним консультируются по этому поводу он проводил семинары по пчеловодству вот а также он один из основателей нашего любимого центра доброй земля и конечно же я приглашаю вас на фестиваль в 2022 году планировалось просто феерическая музыкальная программа множество семинаров там докладов мастер-классов множество творчества и мы приглашаем семьи с детьми потому что мы сами трепетно относимся очень к этой теме и отдельно для детей там программа предусмотрена в общем приезжайте в следующем году а теперь пойдемте к андрею с ларисой здравствуйте приветствую давайте чтобы пока вот сейчас вот это так входим до вообще не вы пока усаживайтесь это она говорит я лучше с камеры постою а хотя бы вот сядь вот чтоб ты хоть была с мужем я вас хоть сфотографирую потому что семейных кадров очень мало на самом деле нагрелся хоть чуть-чуть вот самый ценный кадр это вот в процессе когда подготовка стола идет такая непринужденное общение здравствуй андрей привет саша добрый день спасибо что согласились нас принять сегодня вот рассказать о своем поместье для нас это очень ценно но первый вопрос вот как вообще пришли к идее вот приехать сюда жить там к идее родового поместья да там идея добыла сама и сама идея была именно родовой ну не родовой поместье даже идея была уехать из города вообще-то больше я занимался мне был свой бизнес москве я ездил по разным окрестностям я уже как бы наелся но потом про бизнес поговорим уж что расскажу и как бы я наелся москвы в этом плане я искал куда поехать чем не были клиенты которые жили там на дачах я ездил смотрел и сравнивал вот и меня всегда как бы расстраивала размер участков я однажды ехал до сих пор запомнился такой момент я ехал где-то раменский район московской области и там вот есть такое через мост дорога и заезжаешь как бы наверх и внизу огромное поле стоит коттеджей кирпичные и вот там земли нету то есть там такие коттеджи так и меня это так все это прямо за дело я стал опять думал у нас был участок по сути хороший достаточно в рязанской области отец там жил вот ну что мне там не нравилось это то что там был этот поля то есть там поля 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 мне почему-то хотел чтобы был лес и в то время как раз лет в 2005 году мне вот эти ну-ка попались книги анастасии то есть я их прочитал достаточно быстро и прочитал все что что-то добыло их там сразу все прочитал вот еще я учился у юрия мороза вот он тоже все говорил про это типа надо надо и это да вот я поехал искать землю вот я значит вот эту идею придумал что почитал книжки думаю нужны деньги я решил поставить это план себе на год я год на год ставил план себе что через год я накоплю денег и перееду жить вот в результате я приехал через месяц я занимался что до инвестировали у него были некоторые накопления все снял и мне на первую как вы жить хватило не удержался да я не удержался я приехал сюда я искал это разные варианты то есть я просчитываю и понравился минут это вот это место район я сюда приехал один раз посмотрел чем вот это место я выбирал тоже по карте то есть я вначале нашел и потом именно сюда приехал именно этот участок взял который вот я первоначально у меня вот как это привлекло на карте а я занимался я брал с позиции за не пасеку сделать этот участок находился в центре вот этих полей вот этих всех полей которые сейчас они заросли а раньше они были голы я брал его в центре чтобы поисковала в центре и как бы никому не мешалось вручей тут был вот и оказался этот участок свободный я сразу переехал закрыл там бизнес быстро буквально там еще ребята четыре человека работала я им сказал ребята я даю вам месяц ну то стоит ищите работы еще месяц вам буду давать заказа потом все и вот таким образом палатку потом поставил маленький домик а потом поставил сейчас мастерская таким образом следующий вопрос по поводу первоначального освоения вот с чего ты начал из чего бы может быть начал бы сейчас вот вот и вот уже накопив этот опыт уже получается 15 лет до прошло опыт огромный ну во первых все таки я бы начал с того юридических вопросов все таки сторонник чтобы было все оформлено по законам на законодательном кредитическое законодательство это конечно было немножко не такая ошибка но авантюра некая до стороны до приехать на совершенно такие условия это было конечно плохо поэтому задумали первоначально оформить вот я помню тогда все начинали многие строили баре для того чтобы тебя жить пока потом еще что-то была такая тенденция но я пойми не пошел потому что я не люблю бани ну не то что не люблю я как ненадушно сношусь у меня не был такой задачи я начинал именно с мастерской у меня вот было вот этот вот этот домик именно с позиции сделал одну мастерскую для того чтобы ну как бы было где чего делать для того чтобы жить себя достаточно так сказать травматично но много не рассчитал участок большой полтора гектара у меня 145 км где-то и поэтому первые годы и так скажу то я вот него не ощущал вообще в принципе то есть я ощущал расстояние где-то 20 метров вокруг дома вот эта площадь астана и вообще как бы у меня было вообще непонятно то есть у меня не было вот этого общего видения как это все делать но я начал с того что построил вот этот дом планировал половина это будет мастерской чет возиться половину жить вот но потом случилось так что у нас познакомить с ларисой и сюда переехали соответственно мастерская отпала сразу и это мы стали жить в этом доме соответственно все привязывалось все привязывался к этому дому то есть вот изначально все привело дом то есть огород сразу был рядышком колодец мы там выкопали место было рядышком то есть как бы все вот вот вокруг него крутилась никуда дальше я особо не ходил единственно что у меня отец сподвиг меня это сделать это живую изгородь мы с ними вместе в резание там много вот этих посадок вдоль полей и там много этот поросли вместе с ним это поросли нарвали и он приехал и мы с ним где-то в ноябре месяце по моему в 2006 году посадили вот эти вот то что сейчас растет вот мы с ним просто в ноябре месяце уже снег лежал мы повтыкали их просто эти кусты они вот удачно выросли вот больше я ничем не занимался как говорится весь все вот это вот все что дальше происходило оно происходило методом вот влезание в природу так вот ну как вот и как она растет а ты там что-то там там вот что ты сделал там пруд вот ну где-то там ну а все таки вот интересно сейчас бы ты бы сделал ну как-то считал что можно быстрее сделать что-то и еще сразу в догонку вопрос у вас огород вот рядом с первым домиком он остался не да то есть потом крыта нашлось другое место но вот все таки да вот в этом смысле чтобы вот сделал по-другому с этой точки по другому такое отношение что не сильно вкладываться чтобы понять вот понять сам участок даже территория большая и ну дом вот принципе мне устраивает дом устраивает как стоит но они устраивают что он далеко от дороги казалось бы да то что надо ну чистить больше с нее зимой особенно много чистить приходится вот и как бы я сделал сейчас я не знаю то есть по сути хотелось бы дом поближе но с другой стороны ухо стоит в центре и никто не мешает тоже хорошо то есть нет никаких у меня возможно пруд вот я может быть другом месте сделал там но это уже чисто не из-за того что вот по идее он стоит хорошо но там есть такие водяные потоки которые например если я сделал вот в этой стране и в их нет внизу там вся вода сходит туда и там оно и холоднее может быть и ну там свои тонкости ну а если бы ты сделал выше у тебя же уклон сюда к ручью всегда сделал выше пруд хватило бы ты думаешь там нутал их вот все остальное чтобы он наполнялся то есть по идее да тут тоже стоит поэтому я даже не знаю как бы что я бы так она есть вот ну я может быть переформулирую нас возникает эта тема и я думаю что это в принципе неплохая как бы стратегия вот для тех кто планирует вот начинать обустраивать родовое поместье это экономия силы потихоньку понимать как бы да то есть вот начинать чувствовать участок и не торопиться как бы да там сразу да 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 сразу вот это все пытаться освоить ну по большому счету да с одной стороны вроде хочется как-то побыстрее да то есть но если ты побыстрее посадишь там и хорошо посадишь плодовый сад у тебя побыстрее ты будешь обеспечен там например да там яблоками там грушами там еще что-то переезжаешь сюда если уже большой опыт есть это одно дело а когда все таки ты только начинаешь что в общем такая стратегия как бы постепенного осваивания дорогаясь надо подождаю вполне рождаю потому что ларис у нас такое отношение ко всему мы не сторонники кого-то такого крутого вмешательства именно там вот именно ландшафт посторонники эволюционного подхода не революционного да я все равно она так растет вот мы потом она выросла и уже думаешь там вот здесь что-то надо убрать там тут что-то подделка мута у нас леса тот сейчас мы делаем прохожу да то есть оказалось что как бы там солнечная сторона сосны с этой стороны там как бы хорошо сад полянка небольшая но там типа сад делаем там тепло хорошо а потом я сделаем до конвейера сейчас думаю зачем видовую конвейер там столько медоносов просто смотреть селут медонос и смысла нет образовалась полянка единственное что надо они там раза там пять лет надо и скашивать чтобы деревни росли раз пять лет скосил то есть как бы вот все само вот это поле образовалось тоже там здесь вот лес рос у нас собственно здесь лес рос здесь растет а тут не было там одна или две собственника что-то росли ну вот я их убрал и получился опять же поляна вот эта большая и вот так все вот как бы само собой так вот все происходило и огород огород номер как делать огород сейчас мы делали грядки у нас высокий а раньше был просто огород почему делаю там огород вот земля там лучше просто там вот это мизина вот здесь на сверх сухой а там не сам более влажный там больше травы она там лучшим и там огородик сделали рядом с домом здесь возможно еще как бы пойму вот речки речушки нашей да там вы может даже более или 100 и например к нибудь земля да там да туда но как бы тут в отдел чем тут глина если вода который спали идет с полю так она вот тут останавливается там такой глиняный затор есть и там вода долго стоит соответственно там борьбы на рост и травы соответственно будет земля лучше вот она быстро она потом уже вода уходит и там вот именно для огорода там изумительное место но вот честно там пасеку а вот у тебя есть например в плане зонирования там лесная какая-то зона там да все таки зона там сада вот когда такой у тебя да да получился в какой части ну вот сейчас вот с этой стороны дома у нас вот это называем сашин лес а вот это он там всякие сучки пилит потом разовался он тот чисто совершенно дикий лес вот этот вот там много иван-чая вот и еще один лес это вот с этой стороны здесь тоже леса собственно соснового солнца сосновый лес соответственно грибы маслят у нас там основа сейчас растут пока что вот такие зоны и соответственно зоны вот пруда и поля луга вот эти как бы она сама все образовалась эти зоны они как-то вот естественным образом не серьезно не вмешивались я еще через пользу я биби локации увлекался сейчас так просто меньше я все вот это пруд где копать я искал с помощью дом где строить я искал с помощью рамок где ставить пасеку я тоже искал с помощью рамок вот и как вместо носа сопоставлял сказать что в рамке говорят территорию таким образом мы считаю что он дом он хорошо попал мне на мне нравится пока и не динам дом поговорить также вот про стройку то есть мы сейчас сидим вот в домике да в котором вы живете можешь поподробнее рассказать вот в какой технологии там построена да потом вот и про инженерной коммуникации да про отопление там про водопровод канализацию вот ну вот в первую очередь какая технология строительства насколько ты доволен как доволен да ну я как сказать я не скажу что я доволен плане постройка самом самим вот то что это каркасник я доволен а тем что как это построено то есть вот конечно качество да я не очень доволен то что например опять же возвращаться тому где начал делал бы я сам я бы все-таки нанимал что я этот основном делал сам у меня были помощники но идея там ключа и много ошибок очень много ошибок а я хотел делать изначально сруб большой сруб у меня было финансы на это но на тот момент я не нашел это там андрей там захотелось к нему обращался но он что-то не взялся начал дать жалеешь не взялся вот ну почему-то я так и нашел а мне уже загорела то что нас лишь саша был по два года что ли вот как мы начали строить дом и в том домике в маленьком уже было невозможно и поэтому я начал вот именно строить сам взял размер я 7 на 10 потому что почему 7 потому что я 6 вот как бы я не считал 6 мало вот 6 мало ширина это какой-то ну все комнаты получается маленький я взял размер 7 хотя это было другой стороны неудобно доски все шестиметровые хотелось 6 метровая тут все плюс началась ну я сделал 7 метров 7 на 10 и стал сам делать все от фундамента и вот как раз фундамента много ошибок у меня было но ты хотя бы там частично можешь рассказать там про ошибки вот что вот в чем ошибся ну чисто ошибки в том что любому делу надо учиться то есть фундамент сделать это не то что просто взял там залил там помешал там и залил там качество фундамента там специальный раствор нужен был тогда еще не было вот этих заказать этот миксер было не так просто еще так не было таких наработок все было непросто и поэтому сами делали когда еще то есть мы сами тут же не вам липата помогал фундамент мы снизу заливали то есть качество в это раствора крошится что ли да вот мы например не эти столбики заливали и нас был чуть цемент побольше мы поменьше сделали соответственно но качество до этих столбиков не очень вряд ли сейчас через несколько лет может быть что-то придется придумывать там вот и вот так во всем казалось бы вот внешняя отделка до имитации бруса дерево оказалось что это все не так просто какой декут какой купить дерево вот эти сучки это вот сучками я тогда не разбирался что есть abc вообще приехал там вот этот магазин они говорят вот бери до магазинов не было как часто мне в дерево там еще что там вот приезжаешь на рисопилку он не ездил как тут они что ребята тогда у них там брали вот и там один тип там нету abc они вот бери вот это и все я вот я взял они вот эти сучки а эти сучки на солнце их покрасил они начинают течь то есть они не обработан там помог надо достаточно 60 градусов что довести чтобы не текли вот и такие тонкости ты не знаешь я их покрасил а во вторых они рассыхаются то есть у меня особенно торцевая сторона вот она вообще себе все менять буду сейчас планирую делать но сайдинг снаружи и вот эти вот ну такие ошибки то есть с рассыхается течет некрасиво вот это все отъешь не знает его то есть ему надо учиться и так во всем фундамент внешняя отделка вот ну так по сути вот все хорошо то есть вот внутри вообще все у нас это работает все есть ну как показывает опыт на самом деле даже если ты нанимаешь все равно надо знать потому что теперь могут сделать вот вообще так что лучше сам сделаешь с этими ошибками ну да следить на боками следить а как делают одно одел самому ну конечно никого винить не придется только себя на плюс ну давай по поводу инженерных коммуникаций по поводу отопления у тебя тут интересный опыт да вот я знаю отопление у меня порога как бы городской житель все-таки и вот этот мам как бы условно сказать городской комфорт он не отменяется котором 45 лет прожил сказать в комфортных слоях потом приезжаешь сюда причем опыта топки печи меня был у нас дача была мы там топили перри печку у нас отец в рязани жил мы пока газ не провели топили печкой то есть был поэтому первое время как бы я это все сделал даже печку тхару достаточно большую две с половиной тысячи печей здесь на второй этаж выходит из печка по сути хорошая но с ней очень много проблем во первых нужен этот ну как я говорю всегда нужен подтопок то есть одна печка на с большим домом не справляется то есть как правило все равно где-то вот всегда сидишь вот сумка замена за минус 20 вот там вот тут жарко а вот есть в углах она все это холодно некомфортным вот я не знаю как у других но пешка все греет ничего не вопросов нету и поэтому как бы мне это не во вторых вот этот заготовка дров меня на просто у-тенита почему у меня interview я не могу это делал я не могу этот итоговый трава для меня это что-то такое это все нанимал там кололи потом от надо все про сушить это надо все занести это когда ты сюда занял сная лариса ругается там был там 0 ругается убирать надо пыль убирать надо протопили надо поместье то есть золу надо убратьその дрова да да то есть такие вот нианцы печь надо чистить время премии там уличить один раз по 2 сколько за 605 лет где-то очистить дымоходы поэтому у меня это очень угнетало потом я дров отказался я стал заниматься этим брикетами руф брикет руф стал брать и два или три года мы платили пану топили брикетами руф мне очень нравилось плане чистоты то есть они кома комфортно очень удобно камерка но дровами одна цена ну там много всяких вот этих там поколоть и сложить еще чем труфы они дороже но не надо уже это сказать ничего я просто ездил там раз в месяц я привез их сложил тут у входа и мы топили банка стал считать я подумал что по моему электричество близко я сделал первый вот по западу в каком-то был девятнадцатом году осенью я сделал первые обогреватели потом покажу их на наверху еще остались меня из кирпичей обогреватель взял туда тену стоял 500 ватт в результате меня получена 7 комнат каждый был поставлен обогреватель по 500 ватт вообще на получается еще тогда у нас не был 15 киловатт даже у нас 15 киловатт было пять только вот и мы на этих пяти киловаттах первое время отапливали дом сидели три с плана киловатт у нас был вот этот полный обогрев ну вот этого 120 метров три с плане киловатта было холодно на улице минус 3 минус 4 было несколько раз мы ставили сюда еще один обогреватель потому что эта комната большая здесь всего один стоит этот сейчас 700 ватт обогреватель и приходилось вот они ну несколько раз ставить вот середину чтобы было вот этот конвенция здесь вот именно холодно было и все и мы про эту эту зиму прожили просто дару там еще брикеты лежат куплены в девятнадцатом году на всякий случай вдруг холодно будет печку по затопить на кубечку ни разу затопили по деньгам это не отличается практически от труфов практически то же самое учитывая что за что за руку надо ехать еще тратить этом поездке там прочее вот электричество очень комфортно то есть три с половиной киловатта на 120 почему они включаются 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 они постоянно работают но ты покажешь вот мы как раз сидим да я так понимаю вот это конвекторного типа ну у него есть какие минусы но классная штука в плане он в чем минус не я сейчас буду делать сам сам должны достаточно дорогие это помогу 8000 такой штука минус в том что он когда нагревается остывает этот металл сзади конвектор горит отлично он начинает трескать трескаться для спальни да вот этот выключился металл остывает когда нагревается то же самое тик 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 поэтому для там где вот просто сидишь вот так вот это очень хорошо а спальне надо тихие без вот этого металла у меня уже есть наработки как-то делается очень экономично то есть выходит себестоимость обогревать где-то порядка ну полторы тысячи максимум но интересный такой опыт конечно необычный для меня лично да я я люблю печки да но это и хорошо что как раз это вот твой опыт то есть кому-то он действительно может быть ближе особенно там ну например там когда там женщина одни там да там обустраивается то есть так проще электричество и провели туда не надо эти колоть дрова таскать и сюда меньше уборки то есть там вот но но водопровод наверно что колодец плюс насос тут на нам да ну я взял дороге от изначально почему-то пошел в пути ну не тогда еще посоветовали что взять хороший насос я взял грифис вот этот такой черный без накопителя там маленький вот и вот уже сколько у нас 2013 года в сервисе 12 помню я кого поставил даже иначе там с ним происходит работает и все уже практически 10 лет он работает и все на 9 лет нет очень нравится он очень поискану качает и воды в колодце хватает вот вода она хорошая я пью так лариса она на ее все-таки фильтрует ну и нравится так а так вода хорошая чистая водой вопросов нету как и канализацию как сделали у вас удобство в доме да у нас изначально все сделано с ванна соответственно туалет все в доме вот я поставил тогда тоже опять же как-то я не думал насчет пластиковых этих этих как называется септиков до пластиковые что-то у меня даже мысли на это даже не пришло либо их тогда мало еще было это был какой 2012 год наверное вот поэтому меня был просто я взял к кольца вот по два с половиной кольца я поставил 222 колодца два колодца по два с половиной кольца каждый то есть это 22 не два с половиной метра и все и как бы и сделал еще одну траншею прокопал метров на 30-40 это фильтр вот этот метров 30 лет получилось а так вот за это время сколько 8 8 лет до 2013 8 лет и один раз только вызывал этого ассенизатора и сейчас еще раз и раз в 3-4 года ну а а вот это вот то есть вот это вот поле аэрации то есть ты какую-то трубу вот это вот закопал что да там труба такая гибко-труба вернута вот этим ты просто песком обсыпал песком это щебнем 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 обсыпал добавим помпом 15 такая если что мы туда не не заливаем эту воду которая идет вот с крана то есть туда только туалет а то что с крана она ведь вытекает просто вот на поверхность и она расходится мы не используем никакие химии мы моем там такими просто я почему не стал я по я понял что вот этот септик а то ну вот эта фильтрация есть мы туда будем скидывать воду она просто не осилит ее фильтрация больше делал поля фильтрации а здесь если химии нету обычно горчица сода там чем мы пользуемся такой обычный то она разливается просто и в этом месте буйно раз трава растет и там не видно даже что и буквально вот это место залива она ну где-то два метра и все они растекаются на уху он уходит и она работает зимой и летом она не замерзает потому что она течет под склон ну да ну вот простой простой как бы недорогой но рабочий вариант почему бы нет у нас просто есть свои особенности нашей местности что действительно влага высоко вода до грунтовая близко поэтому вот так то если у кого по суше так там вообще все будет впитываться в грунт грубо говоря уходить а у нас ну может так получится у меня так получил дать изначально что у меня поперло наоборот из грунта в септик когда я въехал в дом еще был мокрый очень клона нет у тебя все таки еще как бы хорошо уклон есть да у нас и секунда садим но он такой не видно его ну сильно просто вода все равно даже под грунтом она все равно имеет тенденцию туда как бы утекать под уклона у меня вот оказалось там утром мизерный уклон ну я вот хотел попросить может быть ты покажешь поподробнее до чтобы зрители вот увидели ты говоришь там там есть хранившиеся там может быть старый вариант или разные варианты вот этих вот отопителей но еще идет проект это про погреб еще там когда извини да я забыл просить давай про погреб потому что изначально я погреб делал ну была мысль что там были много хранить там выращиваться такой да я решил делать прям доме на домом и учитывая сказать свой уклон местности то есть я сделал этот выход то есть чтобы потому что вода здесь стоит начало весной чтобы она уходила я сделал трубу прям в пруд здесь порядка 30-40 метров то есть выкопан приблизительно там не помню два на три что ли размеры погреб покупал гриб большой вам обложен этими прям вот в глубину на что на человеческий рост и да то есть я практически там стою внизу отсыпано щебнем сверху доски его по уровню щебня с низкой стороны идет труба 10 сантиметров она идет прям в пруд мы копали траншею и укладывают трубу и по весне там всегда идет этот идет вода который человек течет небольшой вот и то есть ваша проба погреб очень хороший сухой где то что мы просто сейчас это очень мало в нем выращиваем морковка светлана сам хранится так у нас нагружен вы если урожай то вы готовы ты расскажешь от полу побольше я сейчас как раз включил звук ну вот я полку кладу подушки подниматься до чтобы оттуда жежка валенка до крышка легкая без затепления какого-нибудь там сейчас не знаю полу градусов 10 15 все равно он холодным он не бывает но и огурцы соленые мульти заставим когда у нас есть поэтому они хранятся достаточно хорошо нужно обкидать я ничего ничего я бисичку от секунда как раз покажу этот насос там стоит у нас давай давай помогать хватит места для 100 мешков ну вот стоит насос блин вот я его как поставил единство что там сейчас заменить на деревьях поставил вот он уже восемь лет стоит и каши не просит стенки из блоков вот здесь где-то дырка где она тут у нас сантиметров 15 щебня внизу и вода вся по щебне уходит в ту трубу вот и она уходит в пруд то есть погрешу кой неудачно единстве что вот эти менять все первый раз дело самого изоляции потеплитель ну а так он нормально то есть прям в земле у тебя блоки а гидроизоляция гидроизоляция ну да да вижу но все равно как бы чувствуете влажность все-таки от пола идет наверно надо отсекать это наверно да надо и пол тоже надо гидроизоляцию бетонировать вот здесь спортивный зал вот это да это моя мечта такие штуки были саж занимаешься занимался выходили у нас не бросай занимается занимается вот ну смотрели по обогревателям вот первый обогреватель который я сделал вот такие делал из кирпича здесь стоит 22 т на по 1000 ватт последовательно 500 ватт мощности и вот это вот здесь это 12 метров квадратов приблизительно вода ухватает на топление за заткнуто там чтобы они мешались и греются если тен ставить один то он внутри перегревается то есть тена не рассчитаны делать ну как бы в запахом пространство не делал с открытыми поэтому ставится 2 т на а соответственно мощность его падает они хорошо служит вот этому уже два года он работает за дать стоит вот мы можем поставить любую температуру сейчас даже видно в районе 20 градусов ночью поднять или выключить и все она поддерживается но днем тут нет никого я убираю зимой на 15 ставлю а вечером за два часа выставляю 20 и вопрос никаких нет всего понял все работает вот а вот эта комната она не отапливается вот центральная здесь как бы спортзал и я ее не отапливаю ну если холм открывается две двери на даже закрыта здесь градусов 15 всегда есть и заниматься то сказать ну тут можно здесь вот но есть так сказать что это вот тренажер бубновского родной а это тренажер бубновского и кимовский кирпичи просто когда этого не было еще хотел же заниматься пока его ждал то есть я вот такой сделал здесь можно заниматься в принципе вот моя тему здоровья затронули да 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 ну в этим я занимаюсь тренажерами занимаюсь три раза неделю если зимой меня выбило из график очень сильным в прошлом году ходили в это бубновского в центр всей семьей троем вот что интересно обратил внимание раз такая тема пошла что столкнулся с очень многими поселенцами центре бубновского оказалось что проблема у всех но по крайней я так на сейчас на вскидку человек на 10 или лично там я встречался с двумя так вот потом узнал что кажется там человек 10 у нас посещали центру бубновского потому что проблемы со спиной там разные все проблемы поселенцев есть проблемы перетруждаться даже мои зимой зимой как бы сидим а потом начинаем пахать и вот такое начинается вот хорошая штука просто я не знаю вот именно вот у меня вот этот бубновского это мне очень помогает не знаю как сказать классная штука вес сел и поехала на грудь очень хорошо но это вот еще у нас турник тут я пока не вешу потому что тяжело мам у нас висит и а здесь это вот просто еще один обогреватель вот я уже в этом году его полностью использовал если мы про это будем керамические с конвектором то есть воздух идет тот 500 от 700 и на эту комнату хватает как говорится за глаза где-то 12 12 квадратных метров в youtube как раз вещаешь да это у меня рабочее место она у меня было здесь сейчас я его принес сюда да да включи да это вот это ну для бога меня селфи лампа да вот знаешь вот этот круглые уже обыденность а вот это что-то новое у меня канал youtube же большое там виду все это ну да 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 8 я там посмотрела все твои про батареи меня заинтересовал кстати да наш министра надо до 2 канала виду бетонировал как ты это там себя плиты какие-то с двух сторон а да 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 я там все рассказывают чем нит интересно есть туда вкладку мы твой канал короче закрепах к видео сделаем хороша причем у меня интересно что у меня по пчеловодству канал он давно идет и он как так идет ну не разбивается на 8000 помощью подписчиков а в этот а вот это я стал вести и он как-то пошел резко тебя не ожидал который про прожила да и тут много мне самозанятый есть это неким это вот вот этот канал пошел что-то более активную хорошо расти стало просто часто не замечаю видео времени нет это моя библиотека в основном бизнес немножко история инвестирования и пчеловодства и тостык и духовные всякие практики вот но это сейчас просто небольшая перепланировка вот сюда шкаф приобрел новый тут все пылится уже надоело хочется чтобы не пылилась а ты как дерево обрабатываешь внутри смотри она не обработана вообще не выработано я смотрю приятный цвет как бы плохо те что эти вот это например сделала в прошлом году вот и она не она светлая а это уже вот уже темнее минус дерево в том что он темнеет а сверху продукт продах на это что я вот общей вентиляции тоже каркасник вот она выходит вот здесь вентиляции не ошибка короче дает хорошо да для каркасника на вопрос необходимо иначе было без нее вначале думала что они работают бы лучше ты так а потом подумай посмотрел на то есть это самотек да самотек там нет вентилятор там нет на самотеком ну я думаю что будет типа всего забирать холодно будет нормально я чувствую тебя что у тебя нету затхлости до возрасте и жизни а причем она у каркасник он подразумевает что это ну достаточно глухая что это изоляция стоит сверху стоит вверх вверх ветроизоляция она там по-моему я протаскать пропускает воздух а вот внутренняя на пароизоляцию да то есть ты когда пакет ставишь проблема что тут душно становится ну такого нету да все уходит у нас буду готовиться внизу когда готовят много там пара идет там куда-то есть все пойдем туда на вопрос по ключе как вытащит лампочка вот это вот у вас основной грамм теперь да вот здесь вот вы осваиваете огорода у нас такая история что мы оба с ларисой такие человеке что мы огород то не люблю по сути не огородник не огородники совершенно как-то но при этом у нас всегда все есть а здесь я решил подсказать выращивать все вот на теплых грядках мне отец это еще учил давно я все никак не брался и решила же врач найти на теплых грядках и выращиваем это что здесь растет то есть мы не заморачиваемся там всякими там перцами баклажанами то есть вот в этом году мы только вот немножко как говорится заморозить заморочились это вот это помидорами и огурцами и поэтому нас в основном это растет морковка свекла нас и дано хорошо растет и на хватает на всю зиму картошки немножко клубника кабачки там грядка тыквы вон грядка есть и вот сейчас огурцы и помидоры у вас здесь выглядит как будто ну вы вроде как ну с перспективой роста как нет это я хочу сделать поляну просто просто полян там сашкой там поиграть футбол погонять там чем-то бинтон поиграть просто курка прокосить вот и все а там я еще планирую сейчас тут у нас и семь грядок ну еще две я может сделал там она напрашивается еще две грядки просто руки не дошли просто мы еще такой у нас образ жизни ну мы всегда куда-то ездим то есть три раза в год у меня он мы отдыхаем весной летом и осенью поэтому не терять урожай тут же надо этого поливать поэтому не хочется много всего полить например соседей попросишь они придут поливают и все с этих соображений то есть поэтому мы не такие огонь у нас зато все есть по крайней как бы мне огородники но для себя мы все выращиваем а плодовый сад у вас есть до плодовый есть но пока еще только начинает прошлом году был несколько яблок то есть как бы я запустил до поздно стал сажать вот есть несколько яблонь 1 2 3 боя таких уже которые полоносит этом году будут есть чем маленькие совсем я были немножко там кустов смородины пусто 34 крыжовника 232 груши но пока еще не не растут то есть так вот нет у нас такого огородного то есть я занимаюсь пчеловодством и как бы я этому все посвящаю это как говорится мой основной источник дохода у меня другого нет можно сказать поэтому ему не он не нравится поэтому все остальное она как бы идет ну вот есть время занимаюсь нет времени не буду то есть если я не успеваю я не лучше не буду делать по сути на как мне потом рассказали для чтоб это не было древеси древесина нагревать но единовременно до 200 градусов чтобы на самала она затвердела ну короче нужно нормально высушенная по сути не нормально высушенная а именно специальных условиях даже как правило сушить нормально дома при на температуре понятно да не ну ну я имею да нормально по технологии по технологии до технологии чтобы там один день она сушилась при 200 градусов на не на эту температуру и тогда вот эта смола нас внутри твердеет и после этого же обрабатывать вот этого не будет а когда не знаешь вот оно и пошло все это все некрасиво и сейчас я буду планирую переделывать фасад везде буду переделывать ну и вот септик да если можно тоже да ну c просто да я про него говорил вот здесь два с половиной кольца в глубину туалет здесь вот тогда сюда уже идет это без так сказать мелкий серая вода серая вода и она идет отсюда вот так вот метров ну до того столба чуть не доходит а идет этот труба это фильтрации труба фильтрации идет и все никакого запаха ну покрайме никогда нету вентиляции вот запах у меня выходит вот труба вот то что если ты не делать вот эту вытяжку то запах есть доме что есть за да 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 я в этом сделал такую вот вытяжку и она вот все протягиваются там вот когда-то расходится но никаких запахов нет это я чуть перила ставил вот а этот и я одну трубу просто копал где-то на метр-полтора где тут накопали туда и прямо по дороге она идет да вот вон чуть тоже видно ямка вот углубленица там вот еще очень могу сказать дорогу я отца изначально сделал круговую то есть у меня все удивляются а все передайка это не знает они задом подают и пришел выехать а я сделал круговую дорогу очень удобно то есть это у меня бывает что я много приезжает машин делу ли соответственно чтобы не разворачиваться они так кругами заехали уехали заехали очень удобно ну мы кстати это обсуждали и вот саша ханин старший он как раз говорил что он бы тоже сейчас делаю я над этим задумывался но уже как бы не сделал а ты молодец это хороший опыт у тебя правда круг такой конечно глобальный как бы все время думали но как вот иногда в американских фильмах пока ну да типа да вот такой а у тебя тут прям так раз там причем что интересным сам психологический момент у меня же была дорога вон там до сюда сюда и где там была стоянка для этого дома еще не было я вот очень знать как вот тяжело первый раз проехаться что трава росла уже все такое я прям думаю ну делать дорогу или делать делать она какой-то моментом и ладно поехал я взял просто так проехал раз и все дорога что есть я вот уже просто накатывай а вот веру первый момент этот шаг может может не надо может надо не надо оказалось очень удобно очень ни у кого я не вижу честно говоря почему не знаю но мы вот для тех кто будет планировать вот свои поместья все таки вот но на этом акцентируем внимание вот по нашему опыту и у многих то есть все таки вот предусмотреть вот такой вот круг при заезде то есть еще раз объясним мы уже в некоторых видео объясняли еще раз объясним то есть так вам надо знать заехала к вам грузовая машина она должна заехать как-то развернуться там по чтобы выехать там еще что то если у вас есть круговое движение то она просто вот и не надо там пятится назад вам не надо там с прицепом там пятится назад вы просто раз проехались и выехали все это очень просто вроде бы кажется что это больше места занимает вот да ну вот такой круг но на самом деле по факту потом выяснится скорее всего что вот но вот вам площадку чтобы предусмотреть вот возможность развернуться с прицепом или какой-то большой грузовой машине а все равно вы потребность такая иногда возникает стройка пивоматериалы там не закон сена там привести кому там нужно еще что-то вот приезжают там машины иногда с прицепом может приехать вот это лучше предусмотреть вот и вот это хорошая очень идея да вот андрей молодец что я реализовал это сашин домик это вот но он часто используется больше как это гараж нет да он косилка косилка там стоит косилки так этот для ребенка делался мы его даже отмечали тут помню отмечали открытие этого домика детей собирали вместе с сашей строю вот все касаемо инструменты и техники можешь поделиться своим опытом вот такой у меня опыт и достаточно такой хороший минус то есть я все пробовал меня как говорится как обогреватель меня все обогреватель есть который существует я все попробовал так и с этими косилками с прочим тут надо самое главное то есть мы говорим о поместье родовом поместье то задача именно понять что это не не 6 соток гораздо больше и поэтому тут растет очень много деревьев соответственно очень много травы и нужна соответствующая косилка я не знаю каким причинам очень многие берут триммер вот такие как коса вот я не у меня он есть я не могу и косите на как ему косит честно что устаешь ну как-то вот я не долго 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 очень долго но я тебе могу объяснить почему берут вот я знаю почему я например беру потому что рельеф не пойми какой то есть если сравнивать ты имеешь еду вот я вот мы просто вижу у тебя там колесные вот ну хотя вот одна двухколесная она более-менее подходит вот но не знаю есть она тяжело косить то есть у меня вот супруга например косит но тяжеловато поэтому я вот и че я хочу сказать то есть вы выкатить эту маленькую а так вот если четырехколесная для нее нужен рельеф соответствую вот поэтому нужны несколько косил конечно вот этот триммер по сути я думаю что он тоже полезен в каких-то случаях у меня есть гряда я вот гряду вот ну как вот это ты не в них не скосишь никак как вот это вот этого я все поле скажу это все нет ровно я имею ввиду гряда 2 метровой высоты вот у меня вот такой вот для деда может подойдет вот именно это да а например канаву это позавчера ли вчера скосил вот канава вот это вот вот это идеально просто так вот он уходит туда жив жив и хочет его ну к очень классно ну она естественно конечно вот например саше ей тяжело будет то есть она все-таки тяжеловато поэтому вот как бы это для грубого то есть грубо пройти вот там траву ну до метра она свалит легко если такая высокая двухметровая конечно же тяжело будет она будет путаться а тогда вот эти аккумуляторные сейчас вот они пошли казалось бы она достаточно ну как бы я сам думал что она очень это ну какая-то плохая но вот зато это и жена моя и главе саша они легко с ней справляется то есть она заводится она работает даст тише гораздо чем это вот справляется она даже высокой травой если например брать ее можно поднять вот так вот я когда высоко трава я другу а вот она и по высоте регулируется да она регулируется высоте то есть но есть высоту из неровно есть неровность то ставишь на максимум 7 с половиной до когда есть но неровности большие когда ровная можно поставить вообще оставить вот тихо легко конечно когда неровности она плохо работ колесики маленькие аккумуляторы вот как раз да вот два аккумулятора вот я использую эти макитовские а правда же такие как от этих права не универсалью у меня вся и весь инструмент на этих то есть все все одного типа насколько их хватает вот по времени работать ну где-то на час языка заряжается не тот час то есть имея 4 аккумулятора можно приступить непрерывно косить то есть очень удобно вот именно я говорю вот кто сдумает на мячу купить жене или там сыну которых ну вот это вот идеально но но она не самоходная наверняка на хода есть самоходные но суть том что самоходная она будет тратить расход стрее да она будет разряжаться быстрее поэтому это просто смысл есть или нету так может самоходно купить да ну легко да вообще очень легкая но это же не тяжело но это тяжелее конечно тяжелее да тут самое главное в этих косилках это вот не жалеть на этих на лес лески да да я откосил и же несколько дней она не даже не рвется она вот кончики начинается кончик ну да 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 обрабора сама не рвется чем даже трава когда вот большая трава на там накручивает плохая резко на и срывает и придется леска меня здесь нет она просто накручивается леска остается и мне очень нравится ну а какой еще инструмент мы еще инструментами мы пойдем сейчас в эту мастерскую сходим после хорошего еще есть ну собственно говоря вот начиная с точек можно может точек вот интересное до приспособление давайте друзья посмотрим да ну вот эта тачка казалось бы еще особенного но она может для разных нужд я использую для ульев у меня улья царь давай мы с тобой сделаем у меня улья вот такие здоровые визор да вот просто подавни вот то есть этот вот эта тачка делалось позиции именно под эти улья у меня большие улья владимирские вот под этот размер делался причем что интересно важно важно найти место для колес я вначале колес поставил где-то вот тут может да и она оказалась что да она перевешивает ну короче какие-то я все не помню чего поэтому это место выбирал достаточно практическим опытом и вот сюда я уже нашел это оптимальный вариант то что есть вот сюда поставить становится очень легко и поднимать сделаны просто доски ничего такого там вот эти шпильки 16 или 20 миллиметров и все а там фанера влагостойкая снизу то есть просто там три часа работы ну и она удобно для других целей там если что-то вот нестандартная например на этой тачке она хороша там землю водить чуть-чуть но что-то другое вот такое она не неудобно а здесь можно там я более габаритная до более габаритный там не влазит ящики китом чего удобно я еще планирую подумать сделать ее можете с алюминиевого каркаса плотный толстым алюминий чтобы полегче было и по же понадежным ну это как бы следующий этап и сама вот конструкция на рабочие удобно и одну сразу эту тут рамки хранятся сейчас я буду пчел осматривать завтра здесь мы поставили саши саши навасивали рамки с ващины это нас на для осмотра пчел я приготовил вот здесь четыре коробки по 30 рамок 120 рамок будем подставлять завтра теперь нашли инструмент что там еще есть это вот этот первый доме которым вам да и же первый дом который я построил сам может сказать то есть я по идее как говорится был с руками всегда но домов я не строил это первое что я построил построен в 2006 году за два месяца построил в один из тех пор это как бы осталось в начале мы неужели и была перегородка если на стояла кровать здесь у нас был это кухня здесь нас стоял душ вот тут вот вот здесь надо была кухня столик туалет нас был на улице первые годы и то есть мы здесь жили а сейчас эта мастерская в ней сделано таскать сотни искать тысячи ульев вот зимой работаем летом мы здесь рамки саши рамки сейчас делаем вот по инструменту я вот как бы перешел приготовил даже я полностью перешел на аккумулятор инструмент все что мне на самое нравится мне две вещи это вот этот вот циркулярка это подойдет циркулярка по металлу она перед все все буквально любой металл то есть металл пропилил дерево пропилил то есть неважно доски с гвоздями да ты вот все хорошо да ты не не боишься да да я вот у ли например надо было пилить а это мне на этом можно обыска посмотреть как вы видите диск но диск чем причем минус диска как 1 1 минус он это не говорят не затачивается то есть его надо менять очень удобно аккумулятор самое что для косилки все то же самое суши на это 18 вольта для косилки 36 222 до 2 и хватает тоже надолго хватает никаких проблем нету подсветка погаснет да она гаснет автоматически они везде подсветки есть даже есть подсветку то есть нажал чуть она загорелась горит некоторое время потом погаснет вот и самое главное вот это вот это бомба для меня была я очень не любил бензопилы знаю почему у меня есть обе силе соль и заводится то еще чего-то я не знаю просто воняет в помещении да и когда я вот это вот это увидел я думал брать не вначале нас опять же дорого с одной стороны как бы вот оба думала надо брать это бомба просто любили все вот ну ну до такого точно пилит у такого диаметра с метров 25-30 как говорится перед очень удобно опять же с позициями на территории когда у тебя много деревьев вырастает много вырастает всяких там кустарников все вот это нужная штука и кто не любит заморачиваться там с бензиновыми двигателями здесь только масса надо заливать естественно для цепи масло для цепи зале остальное просто аккумуляторы воду очень надолго я сейчас я как-то засекал порядка часа я вот пилил вот ну вот такие ольху он там у себя на участке такие сваливал и на куски 10-15 сантиметров и вот сейчас я работал она работала и вот этот штуку тоже когда я тоже баба сумму ушли повалка да вот оказалось что просто это тоже класс не очень нравится мне тоже нравится такая целая концепция получается да то есть ты в общем прям в комплектом в итоге берешь я был на завязал мне тоже нравится за ручку пошел на крышу взял с собой и у тебя нет вот этот длиннющего провода когда ты там надо подпилить что-то я на пасеке мне надо там было сделать эти ну там какие-то планочки да то есть я не тащу туда ничего я взял эту штуку ты прям на месте жух-шух-шух распилил то есть ну очень комфортно я даже есть еще вот эти торцовочные пилы пока у меня обычный корвер то я купил их штук еще лет когда начинал лет 7 назад они работают хорошо я даже хотел тоже аккумулятор один подумал думал разумности нету то стационарный маска электрический более и смысла аккумуляторную нету вот там еще кое-что есть лобзик тоже не горит такие же не основные а вот шуруповерт и вот эта циркулярка и вот пила и это готова косилка как все выйдет порядка где-то нам 3150 200 все вместе выйдет полный комплект с косилкой косилка ну не дешевое удовольствие на дешевую но она приятная по крайней же удовольствием идешь пилить потихонечку идем к тому чтобы вот это вот как в книгах автобусы ездили в москве уже ездит троллейбусов нету электромобили электроавтобусы предлагаю дальше пасека и пруд да вот ну предложим как бы что удобнее вот дай по пруду а потом на пасеке давай по пасеке более глобальный такой за руки с тобой с собой скотч понес на этой а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну, во-первых, какая у меня была ошибка, я до конца еще у пруды не понимаю, потому что это достаточно сложное дело, но могу сказать, что ошибка была в чем, у меня пруд зарос, то есть он пошел много ольхи по краю, и он стал затеняться, то есть я запустил этот момент, ольхи стало много, и он стал как бы очень холодный, то есть очень холодный, не было солнца. Я хотел спилить ольху, но это не решало всю проблему, потому что он был, ну, как ты знаешь, когда тогда копали, первые колодцы, первые пруды были, вот у меня там, я не помню, первый или второй пруд, соответственно, и очень навалено, кучи вот эти навалены были, и все это затеняло, вода холодная, в нем купались очень мало. Поэтому через какое-то время я вот решил, прошло сколько уже, наверное, больше 10 лет, я решил его именно сделать, вот чтобы он прогревался, и во-вторых, чтобы была смена воды, то есть у меня сейчас, вон там, по краю, с левой стороны, вон там, у меня идет со всего участка, ну, по периметру, по краю, вот идет, ну, заливание вот сюда. Вот такая траншея, да, там прокопано, да, 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 прокопано, и, соответственно, идет, единственное, что я в этом году сделал ошибку, даже когда уже в этом году, я вот там не сделал, ну, сделал очень низкий слив туда, и вот эту трубу я оставил уже потом, вот сейчас весной. У меня вода уже ушел, ну, когда снег таял, у меня вода стала уходить туда, утекать, мне надо было, я поздно стал поднимать, и я там вручную вот делал этот перевал, вот, а так все, сейчас вот жду, как говорится, там вот сделал сейчас маленький вход, вот там я сейчас оборудую вход для купания, уже искупался, вот. А ты, вы говорите, вот ты изначально выкопал, у тебя пруд меньше был, ты расширил его сейчас, или нет, в эту зиму? Нет, практически он, по сути, может, такой же был, да, почти, почти такой же, просто вот эти берега, вот здесь был очень крутой, прям такой крутой был берег, и с той стороны был крутой берег, плавно был только вот здесь немножко, вот тут. Ну, то есть, по сути, как изначально, мы не понимая, просто нам навалили землю сбоку, да, зваков навалили кучу, и ты, то есть, то, что ты сделал это зимой, ты вот эту землю немножко по-другому. Да, и там еще тонкость такая, что со стороны пляжа, то есть, у меня вот та сторона, она более крутая, ну, так сейчас незаметно, она круто сделана, а вот эта сторона, она сделана по пляжу, то есть, ну, как бы, такой плавный вход, потому что, когда тогда мы сделали, там было все вот так вот, и входить было, как бы, ты входишь, почти сразу пошел вниз, вот, поэтому сейчас вот я это все исправил. Ну, как мы это называем, лягушатник, у нас маленькие дети, да, вот для маленьких детей это вообще актуально, чтобы они могли безопасно выходить в круг, вот, поэтому вот это, ну, вот он рыба плавает, сам сейчас вижу, удивляюсь, вон там волно, откуда она взялась, я как бы не запускал, я запускал, но я думал, там уже нет ничего, она оказывается жива. Да, да, они и караси-то их, вот, как выяснилось, их тут вообще. Я запускал сюда, по-моему, окунь, карась и этот, пискарь, пискарь, три рыбы запускал, да, мы и вегетарианцы, ну, так, чтобы плавать, запускали, может, это лягушек меньше будет, не знаю, вот, так что вот так, ну, то есть, и сейчас вода текла, конечно, по весне, вот, если бы я сразу сделал эту перегородку, воды было больше, я ее поздно стал делать, и вручную, сам делал, ездил тут, поэтому вода, ну, поступала очень хорошо. Ты хочешь, как бы, в смысле, там вал сделать, да? Да, там будет вал повыше. А где ты, ну, предполагаешь, что у тебя будет переливаться, то есть, при заполнении? Вот труба там, видишь, она... А, ты трубу оставишь, да? Да, ну, я чуть повыше подниму, я просто сделал, как бы, сейчас аварийный вариант, аварийный, что если вдруг вода поднимется, чтобы она не дам бы смыла, а хоть чуть-чуть утекала. Ну, да, потому что вот с трубой, это такой момент, вот, Хольцер, ну, я не знаю, слышал-то, не слышал об этом, он как раз говорит, что вот переливы с трубой не очень, желательно, то есть, если вода бурно идет, у нас, конечно, нету такого, там, у нас же не как горный, да, нету этих потоков бурных, то есть, у нас все-таки более-менее ровно, рельефы везде, но, тем не менее, то есть, там просто начинает, как вот он объяснял по зиме, то есть, там вот это вот замерзло вокруг трубы, потом начал подтаивать, где-то может найти ход водичка чуть-чуть, и она сам понимаешь, да, она вот, если есть уровень над ней, она раз-раз-раз размывает, а потом, и все, как бы смывает, поэтому он всегда рекомендует делать переливы где-то сбоку, в более безопасном месте, ну, и там, чтобы в наших условиях, как минимум, дерн был хороший, да, как бы, ну, это вот сразу, например, газоном застелить, да, там, вот, а у себя он делает, так как у него, опять же, потоки большие, он прям мастит камни. Сейчас две пасеки, вот это у меня пасека, это разведенческая пасека, я сейчас там пчел еще мало, здесь я развожу пчел, размножаю, и потом по веснею их продаю вместе с ульями, то есть, вот здесь у меня весной стояла куча ульев для клиентов, я заселил пчел, потом отправляю, даже подставки остались, сейчас все травой заросло, и сейчас я там буду, туда буду заселять пчел, на следующий год уже, то есть, у меня медовое направление, но не основное, то есть, я занимаюсь больше вот именно разведением пчел, и, ну, мед есть, ну, как говорится, есть, есть, нет, так нет, поэтому я занимаюсь, ну, пойдем-то дальше, наверное, я занимаюсь этим. Андрей тут заставил нас одеть шапки с Сашей, переживает за нас. А у тебя вот эти трубки, это как разметка, на каком расстоянии, что ли? У меня один год были очень злые пчелы, ну, год такой, наверное, был, я сюда вешал сетки, такие строительные сетки зеленые, ну, чтобы огородить, ну, не прорывались, да, не прорывались. Ну, а сейчас убрал, она не нужна, а столбы просто не вынул еще. А, ну, вот еще это, вот это то, с чего я начинал свой бизнес в пчеловодстве, это апидомик, ну, сейчас я их забросил, вот так получилось. А ты, ну, это сам использовался, или здесь уже гости у тебя были? Нет, гости я делал на Доброй земле был, апидомик там, по-моему, еще стоит, я ж не помню, это небо там давно, это там я для гостей, это я делал для себя, но потом я все-таки от этой идеи, она меня разочаровала, ну, в плане того, что не дает это стопроцентного, так сказать, оздоровления, как бы, то есть надеяться на то, что ты построил апидомик, там будешь спать на пчелах и выздоровеешь, это так, это приятно, но не несет никакой этой, поэтому вот у меня стоит, он заброшенный, и пока я, может, я что-то еще буду делать, но пока что-то у меня руки до него не доходят, есть более, как говорится, интересные направления, которыми занимаюсь сейчас. Ясно, это неясно. Ну, это если кто туризмом, например, занимается, как бы, как дополнение, да, там, кто принимает туристов, это хорошая тема. Да, это есть вот в Суздале, у меня знакомый там есть парень, у него, в участке, по-моему, три апидомика, еще лежанки есть такие, ну, тоже, по-моему, две или три, ну, там куча народу летом, ну, худяя, гуляет, и он, соответственно, на этом живет. Не, ну, это даже без, как бы, оздоровления, все равно это людям просто интересно. Да, интересно, да, 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 вот это моя основная, как бы, основная пасека. Здесь ульфа немного, по-моему, 20-25 ульф, вот, но пчелосемей здесь около 60. Они в каждом улье сейчас, на данный момент, там, от одной до четырех семей. И я вот сейчас, завтра, планирую, вот, лишние семьи, которые, молодые матки начали червить, я их буду туда переселять. И, соответственно, это будет уже сейчас, с 1 июля взяток начинается, основные, и вот они пойдут на медосборную. Ну, если будет, значит, будет, не будет, значит, не будет. Вот. И все ульи здесь одного типа, единственное, отличаются крыши. И я сейчас вот это, у меня разные типы ульев. Это вот эти, сами низенькие, это Владимирские ульи называются, классические. Продолжение Федора Лазутина ульев. А вот эти, которые с надставками, вот это зеленые, надставки такие, это я называл улицу Даголец. Я называю их по местности. Ага. По местности. Это с магазином, то есть, дополнительно, внизу Владимирские ульи, сверху магазин, это улица Даголец, для сбора меда. Потом вот эти, там есть квадратные ульи, это мои новые ульи, они еще обкатываются. Они называют, они квадратненькие такие. Я называю его куб, кубики, кубики, вот их несколько штук. Вот, принцип тоже самый. Все? А это Кощей. Это по поводу Кощей, вот этого, все наши Кощеева. Это ульи Кощей. Ну, еще Кощей почему-то, это, я считаю, ульи бессмертной. Ну, то есть, здесь 4 пчел семьи в одном улье, это тоже новые разработки. Секретные еще. Так что там и несильность. Шутка, конечно. Ну, самое главное, внутрь, там внутренности очень интересные, поэтому снаружи-то ладно. Вот, поэтому я этим занимаюсь, это мое основное, как боится, дело. Вот, я на пчеловодстве уже, ну, вот с какого-то, 2013 года я зарабатываю и живу именно с этого здесь. То есть, это мой основной доход. Ну, вот эти вот большие ульи, там получается, как два лежака, что ли, как-то где-то похожи. Где-то как три лежака. Как три даже, да. Это вот эти, а кубики? А кубик как два лежака. Как два. Да, ну, там определенный принцип, они будут в этой тонкости вникать, и там есть некоторые особенности. Есть, соответственно, плюс в том, что я почему так иду, таким направлением, продолжая, так сказать, начатое Федором Лазутиным. Идея в том, что здесь легко работать. То есть, нету, ну, как бы, когда работаешь Дадана, там Рута, там меняешь корпуса местами, очень тяжелая работа. Там вес корпуса до 50 килограмм. Ага. Ну, тут ничего особенного нет, вот, крыш поднял, вот, и все. Вот все пчелы, они тут сидят. Ага. Ну, просто сейчас молодые матки здесь сидят, вот они. Ага. Я завтра буду смотреть, они должны начать червить. Вот, я там дальше буду же действовать. Вот поднял и смотришь, все, ничего не надо, никаким магазином, ничего. Это вот усложняет чуть-чуть конструкцию. Ну, а принцип то же самое. То есть, можно поднять в магазин, он вот так вот делается на петлях, вот, на цепочке держится. Можно это закрыть и смотреть уже сам магазин. Вот, то же самое на цепочке. Ага. Вот, очень удобно и лихо, ну, конечно, когда вот это забьется медом, то пока рамок нету, и ставятся рамки 230-е, он будет тяжелый, да. Да, да, да. У меня есть мысль, я потом, я просто это тоже наработка прошлого года, начало, только я в прошлом году начал, еще до конца нет, не отработал. Я хочу там поставить противовес, чтобы там был противовес, там легче будет поднимать. Ну, это все эти тонкости, но я, у меня все-таки задача идет вот на вот эти улей, на кубики и на коще. Это, так сказать, такой промежуточный вариант. Там вот на той пасеке стоят улей Лазутина, они поменьше. Такие, ну, вот размер вот так они. Эти я вот увеличил, потому что, ну, у меня немножко другая методика, но это продолжение, именно то, что Федор Лазутин начинал. Ну, а ты можешь вот поделиться, то есть ты уже сказал, что это вот основной доход, да, как бы ваша семья, да, обеспечивает. Вот, ну, сколько вот это вот может давать вот, ну, такая пасека? Сколько это вот, ежегодно, например? Нет, я, есть в пчеловодстве, а есть бизнес с пасека. Бизнес с пасека, когда ты получаешь доход с продукции пчеловодства, с пасеки. А у меня бизнес все-таки больше в пчеловодстве. То есть я занимаюсь не только, я продаю не только мед, это как бы вторичное, ну, даже. Ну, я имею в виду все вместе, вот, вот, ну, сколько получается. Ну, или может получаться там. Ну, я делаю еще ульи, и делаю ульи. А, еще продаешь ульи, я делаю ульи, я делаю пасеки под ключ. То есть это когда клиент, я привожу все, ульи, пчел, то есть это. Ну, у меня выходит больше миллиона, я даже не буду говорить больше, но больше миллиона я зарабатываю. Ага. То есть, поэтому, ну, как бы это дело такое, оно работает. То есть я с этого живу и живу, ну, так сказать, для такой местности, ну, как бы не ограничиваю себя во многом. Ну, заказ вот этот 3 миллиона, это, наверное, пасек как раз под заказ? 50 ульев, да, пасек под заказ было. Да, я поделил, я делаю ульи, заселял пчелами там. Ага. Ну, короче, полностью готовил. Они только приехали, забрали и все поставили, все. То есть вот я делаю. Ну, второй вариант я вожу, то есть вот я в воскресенье еду клиенту еще к одному, то есть я ему поставил пасеку, привез из трех ульев, вот. А теперь месяц прошел, я еду сейчас в контрольный осмотр, еду смотреть, ну, пообучать, что делать. То есть и вот такие вот. Ну, мне нравится вот в этом то, что ты как бы не упираешься исключительно, что вот надо, раз пасека, это мед, да. А с точки зрения как бы бизнеса, то есть это вот хорошо, такая диверсификация получается. Хотя, в принципе, все близко к этому, и одно к одному, опять же, да, получается. Ладно, как бы, короче, мед, я понял, что мед, он то есть, то нет, как бы, да. Да, не сабинение стабильно. То есть мед, это, по сути, на него тогда сложно рассчитывать, но иногда может как-то, да, добавить там в бюджет. Вот, например, пасека под заказ, то есть у тебя как бы стабильно заказы поступают? Да, это зависит чисто от меня. Например, в этом году я не хотел много брать, у меня был один большой заказ, я мало брал пасек под ключ. А вот были годы, у меня было 7-8 пасек под ключ. А это, это приличный, так сказать, приличный доход, потому что это пасек под ключ, это VIP-услуга. И, как правило, ее заказывают, ну, вот я просто у людей бываю, и у горки 10 я делал красочку. Это еще одному очень известному, ну, известному людям, которых я просто не могу говорить. Как они тебя находят? Это уже сейчас сарафанка? Нет, нет, это все-таки не сарафанка, потому что VIP-услуги, они не могут типа сарафанки, то есть, потому что они очень редки, и люди ищут, потому что, ну, человек даже вот богатый человек, да, то есть, есть люди, например, с которыми я даже один раз видела, у него управляющий занимается. То есть, я его не видел. То есть, он просто хочет заниматься пчелами, да, и, соответственно, он ищет, кто ему даст. А тут нюансы в темном психологии. Когда он видит вот эти улей дадан, да, какие-то там, для него это, ну, как бы, ну, как бы все даданы, там, даданы, там, рута, там, как-то все это. А тут, понимаешь, вот красивые улей, то есть, я делал, ну, вот сейчас у меня нету этих красивых. Вот один, если вот это зеленый, да, вот он, так вот, вот эти улей я делал, то крыша была вот такая. Она не уже другая была, побольше там такая. Вот они все красивые. Ну, то есть, ты делаешь, да, еще там. Они красивые улей, то есть, их поставить, они их сможет, множится красиво. Соответственно, люди вот так и ищут. Они просто на него смотрят и выходит на меня. И там у тебя такая вагоночка, да, там вот это. Имитация бруса, покраска текурила в три слоя, ну, то есть, как положено, это сделается просто вот, ну, на VIP. Находят они тебя как? Вот через, я рекламу даю, в основном в Яндекс Директ. И на Ютубе, то есть, многие находят меня через видео на Ютубе. То есть, вот за счет того, что я даю видео постоянно. Я еще подумал, что Ютуб, ну, наверное, Катя должен помогать. Ютуб дает достаточно много клиентов. Вот, и, например, в этом году я вообще рекламу не давал. То есть, потому что мне, во-первых, сразу пришел этот заказ большой один. Остальные шли уже вот просто, ну, как бы, и смотрят. А реклама, интересно, по каким словам? Так и есть, пасека под заказ? Вот что-то такое? Да, я даю просто пасека под ключ. Пасека под ключ? Это уже такой проверенный как-то? Да, почему его и не было такой услуги, я и начал пасек под ключ. Я просто делал квартиру под ключ. Я думаю, почему нельзя сделать пасеку под ключ? Я ее стал делать. В общем, это была первая конференция, вот у Федора Лазудина, когда была первая конференция, ну, дай бог, он тогда жив был еще, да? И у меня на этой конференции подошел один мужчина. И я с ним не знаком. Мы сейчас с ним вместе проводим конференцию в Москве, организуем. Он ко мне подходит, Андрей, говорит, а ты можешь мне помочь создать пасеку? Я говорю, ну, я что-то как-то так не знаю, что такое, давай. Это был, по-моему, 2014. Я говорю, ну, давай, помогу. Вот, я тебе заплачу, все заплачу. И вот он мне это, я ему помогал, привез ему пчел, привез улив, там он еще где-то взял улив. Я ему сделаю эту пасеку. Он мне достаточно хорошо заплатил. Причем мы даже стоимостью себя четко не оговаривали. Я не доделаю, ну, бывают такие моменты, я просто делаю. А потом мне люди же платят. Ну, по-разному бывает. И все, он мне заплатил, а я подумал, значит, такая услуга нужна. Ну, да, слушай, интересно. Да, и я на следующий год стал давать это объявление. И, ну, что я обратил внимание, то есть, я сейчас почему убираю, это очень, ну, очень тяжелое. Это ответственность, во-первых, потому что если тебе что-то не получится, человек год теряет. А во-вторых, это очень большая, ну, ответственность за то, что, за результат. То есть, ты вот, у тебя, ты сделал 7 пасек в году тогда, вот я делал. У тебя эти пасеки, у меня своих 3 еще, еще эти 7 я их держу в голове, потому что я же людям должен помогать. Это очень тяжело. И поэтому я сейчас убрал. У меня сейчас, ну, максимум 3 пасеки, даже в этом году меньше взял. У нас очень многое люди пытаются вот в колодах выращивать, да? Ну, ты вот как опытный человек, который экспериментировать любит явно, да? Да. Можешь пару советов, как это? Не начинать с колод никогда. Не начинать? Колода – это хобби. Вот если даже кто участвовал, сейчас там организует это, ребята, вот это, ну, естественное пчеловодство, конференцию у них. У нас разные, я провожу по пчеловоду конференцию по аулям Лазутина, а они проводят конференцию по естественному пчеловодству. И вот у них там очень много, они разговаривают о колодном пчеловодстве. Но они как-то, знаешь, как-то второстепенно об этом говорят, о том, что у тех людей, которые занимаются колодным пчеловодством, у них есть пасеки. То есть, колодное пчеловодство для них хобби. Я выходил на этого, ну, на главного, ну, года где-то 5, наверное, назад, я выходил на главного этого, который занимается колодным, пропагандирует по России. Я его спрашивал, ну, ребята, ну, как вот вы людям-то говорите, это колодное, так сказать, это же, ну, совершенно не доходное. Он говорит, да, для меня это хобби. Это хобби. То есть, поэтому, если ты хочешь заниматься пчеловодством, зарабатывать на этом, то ты держи пасеку, а колоды ставь для хобби. Но начинать с колодн, это ошибка. Я помню, мы начинали, да, с колодн. Да, да, мы поставили. Я-то еще и умел опыт, но все равно такая была бзик, что колоды, колоды. Я тоже даже на это поддался. Там три года держал колоду, потом что-то пробовал. У меня и пчелы были. Это ошибка. Федор Лазутин, что он говорил-то? Почему вот он отказался от колод-то? Он говорил, ребята, вначале надо вот этих улях, ну, его, в Лазутиной, ну, таких на большой рамке, научиться делать большие семьи, которые будут давать раи. По 4-6 килограмм рой. И вот этот рой, 4-6 килограмм, заселять в колоду, вот это, говорит, будет работать. А пока у нас нет сильных семей, раи бывают там 2-3 килограммчика, он не сможет в колоде развиться за сезон у нас. Поэтому вот эти ульи, вот они дают возможность, ну, получить большие раи. Ну, да, может быть, те, кто не понимают, там проблема в том, что здесь-то вы уже ставите рамку, и они уже на ней, как бы, уже все. А там в колоде им нужно будет все вытянут, самостоятельно вытянуть, все соты. Вот они должны будут принести весь воск для того, чтобы это вытянуть. Ну, там, условно. Ну, короче, в общем, это гораздо больше усилить. В общем, вот нас даже сегодня, кто-то обратил внимание, сегодня было ночью холодно. Очень холодно. А в колоде, когда-то посадили вот этот, ну, пчелок вот столько вот, да, и там сидят, а колод-то, во, понимаешь? То есть она холодная. И по-хорошему, чтобы пчел так развивались, надо туда заглушку вставлять, которая двигается, чтобы пчелам было больше места. То есть, понимаешь, что опять же вмешиваться надо, то есть если так хочешь. Либо надо вот такой роли на 5-6 килограмм, тогда он эту колоду освоит. Самые главные ошибки пчеловодов, начинающих, что нельзя вообще делать? Это, как сказать, от себя тяну гнать не надо, учиться надо. То есть надо брать, надо брать одного пчеловода, ну, или двух, в крайнем случае, у которых ты будешь учиться. Ну, это неважно, не физически, а, ну, например, на ютубе там. Там есть пчеловоды нормальные, хорошие, которые там учат всему это. Вот ты берешь и действуешь, как он тебе говорит. Вот, и никаких отклонений. По бизнесу, если говорить, у меня помимо вот этих пчеловодства, ну, там, изготовление улев, пчелы, там, подключение, я курсы продаю. Для того, чтобы люди брали конкретику и вот по шагу, как я там вот рассказываю, делали. Но суть в том, что, ну, я так скажу, наверное, процентов 80, они не следуют курсам вообще. Они делают от себя тяну, начинают. То есть мало кто следует. Поэтому главное найти учителя, это, как говорит, ну, как во всем. Мы же в институт идем врачом становиться, мы же учимся. А вот пчеловодцы все думают, типа, я это легко, я сам там все справлюсь. Начинают эту ерунду. Ну, это такое, наверное, да, русский менталитет все-таки, да. Ну, и у этого пчеловодов очень развита, очень пчеловодов. Они вот очень такие, ну, это, может, и правильно, я не знаю, ну, вот так оно и есть. Я, у меня был опыт, ну, я занимаюсь биолокацией, и я искал родники еще в Рязанской области. Мы там с отцом искали родник, и мы его нашли и обустроили. Там был очень хороший родник, потом все, все доходили, пока отец за ним следил. То есть, родник работает до тех пор, пока за ним следишь. Если его забросить, он, соответственно... А следишь что, надо вычищать? Да, его надо вычищать. Мы тогда с ним поставили там ульи, такие на родник, там, три штуки корпуса, и сверху сделали слив. То есть, вода поднималась и вытекала, там трубочка была, приходили, просто наливали, и все. Потом это, естественно, ну, это все за... Там просто был родник, он не такой, что сверху течет и вытекает, он был с нижней. Нижней, и, соответственно, когда его эти ульи сгнили, его не стало. То есть, его надо было опять оборудовать. Поэтому местность, она здесь похожа, что должны быть родники. Вот, я ходил, значит, в Климовскую, Альбин Ванн, там, соседи спрашивал, был бы... Мне сказали, да, тут дед, вот, который такой старый дом. Я нашел этот родник. Я вошел с рамками и нашел этот родник. Там родник был тоже, как этот, ну, он, соответственно, тоже весь забылся. Он был тоже, как бы, ну, снизу. Там был колорец, он оттуда набирал воду. Вот. Но я подумал, я хотел оборудовать, подумал, что я туда ходить не буду, очень далеко. Там, в лесу. И думаю, никто, а кому-то еще ходить будет? Никто не будет. Я не стал, я стал здесь искать. И вот эта идея появилась, что... Тогда, вот, в 2006-м, мы говорили, что надо посадить ольху. Ну, в смысле, деревья какие-то, которые дадут вот этот родник. Вытянут воду наверх. Вытянут воду наверх, да. Я тогда посадил вот эти деревья. Причем я посадил ольху. Других, ну, других тогда не было здесь деревьев. Мало еще было. Что я, во-первых, не учел, то, что это место снижение ольхи. Здесь сосна растет. Здесь сухо. А ольха любит это. Поэтому они долго прерывались, и часть погибла. Их было больше здесь. Вот сейчас осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть. Причем, видишь, они все какие-то вот такие. Потому что это место не для них. Но я оставил, вот, потом выкопал вот эту вот яму. Суть в том, что, по идее, должно отсюда вытащиться вода. Когда здесь будет вода стоять, то вот я вот начал копать, надо было вот так вот выкопать сюда, чтобы потекла водичка какая-то. А место это ты нашел тоже получается рамка? Да, я тоже рамками искал. Не знаю, почему я здесь показала. Ну, вот, не знаю. Потом я стал искать еще один вариант. Ну, я понимал, что я занимался жилами, и любая жила, она выходит, ну, к ручью. Ага. Вот. И я там нашел у себя одну жилу, которая выходит к ручью. Я ее оборудовал. Я там пахал, не знаю, как. Я там выкопал стойкую землю, перелопатил. Засунул туда тоже какой-то бак. Ну, там появилась вода, пошла. Прямо, сильный очень так тек. И сделал трубу, там метров шесть, наверное, надо было выход сделать оттуда. Я сделал шестиметровую трубу, все, потекла. Прямо вот она как, вот прям, ну, не усмотришь, она прям звенит, вода вот такая прям чистая. Прямо очень чистая. Я ее, короче, попил с таким удовольствием. Ну, а вкус чувствую такой металлический привкус. Вот, и одну бутылку оставил у себя это на ночь. Утром встаю, она вся в этих ржавчине, ну, такие хлопья плавают там. То есть очень большое содержание металла. Меня это так расстроило, я его забросил. Это родник. Вот, и сейчас, то есть, по сути, не надо подлее, я вам, что его остановлю со временем, потому что это, ну, он там рабочий. У меня было в одно время два колодца. Вот этот старый и вот этот новый. Ну, где-то 15 колодцев мы здесь выкопали в поселении. В свое время тоже как бизнес мы занимались, зарабатывали. Новый у меня 8 метров, а вода где-то на 5 метрах. Да, на 5 метрах. А тот колодец, он, ну, может, он чуть по уровню пониже, но не на такой степени. Там вода на одном метре. То есть прям метр и вода. И мы, и вода там, приход очень хороший. Вот, и я там в том месте сейчас сделал, короче, такую поставил две бочки туда. И задача сейчас прокопать траншею, чтобы из этой бочки снизу вода текла. Вот, ну, мне просто не хватает сейчас вот времени. Ну, сейчас чуть расслаблюсь. Может, в августе я эту траншею покопаю, ставлю трубу и посмотрим вот этот, ну, что может быть он потечет. Это прямо у меня там вот на низинке, вот где мы были там, где пасека вот эта ближайшая. Там у меня есть это местечко, там просто очень много травы. Я хочу вот это все-таки... То есть я думаю, что, ну, мои труды, 15-летние, должны лечаться с каким-то успехом. Потому что у меня чутье, что должен быть за работу родник. А родник ты почему хочешь именно? Потому что там вода другая немножко, не такая как... Не, вы знаешь, как-то родник, он как-то, знаешь, я не знаю, как сказать. У меня мысль, во-первых, есть. Если родник я сделаю, он будет течь, я его сделаю там за территорию. Народ будет дорожку сделать, народ будет сходить и воду набирать. То есть как бы родник, он как бы, знаешь, вот я не знаю, ну, родника. Ну, если уже идти поедем, то род там, я не знаю, то есть там, я не знаю, как это. Просто как-то родник приятно. Мне нравился, да, родники. Мы как-то где только не жили. Мы всегда, отец меня любил, тоже ходил, всегда искали родник, чтобы был. Ну, я понял, то есть из идеи, их соображения, как что-то такое. Ну, да. Ну, просто приятно, когда своя вода. Вот, я не знаю, будем ли мы ей пользоваться даже, но факт того, что течет родник, это как-то мне приятно. Мне приятно. Ну, у нас вот еще такой важный вопрос остается по поводу поселения. Как вот тебе кажется, стоило бы строить поселение, вот если бы мы начинали заново? Ну, что может быть мы вот не так сделали? Как бы поселение, сообщество, общих дел, вот какие твои мысли? Ну, я как скажу, по сути многое то, что вот тут как бы делалось, в этих поселениях, то есть, ну, как бы я принимал участие, и поэтому я как бы, ну, знаю, как это все происходило. Ну, да, ты же активную позицию занимал всегда. Да, я одно время очень активно что-то так вот в общественной линию, по сути, влез. Но единственное, что я считаю, что как бы надо, не надо, общественные проекты, они, их особенность в том, что их нельзя продавить. То есть, вот, например, когда ты занимаешься своим бизнесом, да, то ты ответственный, и ты делаешь так, как ты считаешь нужным. Общественные проекты так не делаются. То есть, общественные проекты, они делаются, все надо, то есть, у меня, ну, может, у меня такое было свойство, оно есть, может, я чувствую. То есть, момент. Чувствуется момент. Вот, поэтому, как бы их не надо продавливать, их надо просто, они сами формируются, должно быть какое-то вот намерение, То есть есть должна быть какая-то группа людей Которая хочет что-то сделать Ну это как многие говорили По сути там это даже где-то прописано Что инициативная группа И все, должна быть какая-то инициативная группа Которая что-то делает И это все начинает реализоваться Вот первый проект, который у нас был Изба, вот это общий дом Климовская, да И там мы собирались, я не знаю, ты застал это, помнишь, или нет Мы там собирались, проводили всякие семинары То есть мы приглашали туда Да, я помню, я больше помню, конечно, мастерскую Да, мастерская тоже, да Мы тоже мастерскую делали, в 2007 году мы делали ее А так мы собирались там Приезжал этот вот орнитолог Карев Приезжали эти Гордина вот эта какая-то там Женщина известная, очень интересная женщина Такая рассказывала там О каких-то там, ну, тоже направления развития Был порыв И надо было просто все То есть это вот если я захотел, например, да Это не пошло Просто был какой-то такой вот Общее желание, вот как что-то делать И оно пошло И вот эти все как бы сборы То есть люди собирались, 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 собирались Там что-то пытались там землю оформить Что-то еще там Что-то получалось, что-то не получалось Вылилось в что? Что-то создали ферму Помнишь? Да, помню То есть вот эти все посиделки Вот там Они выделились в том, что надо что-то делать То есть Карево наслушались, Гордина наслушались Батюшек наслушались А делать что надо Понимаешь? И мы создали ферму То есть вот это, опять же То есть общественный проект Он ферма, она просто так Ох, откуда он взялся, я вообще-то не представляю И мы почти сколько там Почти год от фермы Она просуществовала И она выявила много Так сказать Как сказать Ну У людей много желаний Но практической реализации Никто не готов То есть ферма требует Много вложений И народ буквально через там Один-два месяца разбежался Вот То есть общественный Они так и реализуют Все общественные проекты Они вот так вот Потом мы параллельно шло Вот если ты помнишь Эти клуб предпринимателей Помню Я тебя даже приглашаю Да, я однажды приходил Рассказывал о своем опыте Да Вот Тоже это совершенно случайно произошло Как Павел Кашин приходит ко мне Говорит Андрюх Давай клуб предпринимателей Делай И тоже в чем была проблема В этих вот Клуб предпринимателей Ничего не делалось Понимаешь Собираемся Собираемся Ничего не делается А результат Не, понимаешь Суть в том Что в конце каждого проекта Есть результат Ферма А в конце клуба предпринимателей Это ярмарка Да На родном Да На школьном поле Это вот она вышла Как раз из клуба предпринимателей Да Инициативная группа есть Но она ничего не будет Пока она не начнет Что-то делать конкретно А когда начинает делать конкретное что-то, инициативная группа, должен быть, тот за это возьмется. Ну да. Понимаешь, мы когда сидели с этим, я не знаю, ты был или твои, наверное, были, по-моему, родители, это когда мы думали вот ярмарку вот эту организовывать, не организовывать, это же было, ну, нонсенс, так сказать, потому что никто не хотел друг другу ничего продавать. Вот. Поэтому, это, сидели, вот, я помню, сидели за столом, иначе, человек, наверное, 8, вот. И вот сидим, и кто, так, надо ярмарку проводить, надо ярмарку проводить. Ничего не делается. Потом, наконец, доходит до всех, кто будет ответственным, кто будет ответственным. И вот сидели, сидели, кто будет ответственным. И тут у нас есть один человек, который решил ответственность, Женя Липатов. Он сказал, я буду. И все, и ярмарка уже, сколько, 10 лет она уже проходит. То есть вот, как бы, инициативная группа хорошо, потом надо конкретное дело, и нужно ответственный, кто это будет реализовывать. А потом уже начинается это, ну, дальше уже, там, потом, по-моему, еще кто-то был ответственным, каждый год на первое время назначали ответственных. А сейчас уже просто, вот, Надежда Лобанова, по-моему, на себя это взяла. Ну, Надя, да. Да, и она ее ведет. Надя с Володей там, да. Да, она в этом плане, как говорится, молодец. То есть на данный момент просто происходит, то есть нельзя, нет смысла переживать по поводу, что там вот не пошло, и что-то пошло. Потому что, ну, это так есть. То есть, ну, как бы, ты ничего не можешь изменить. Поэтому ты можешь только переживать по этому поводу. А зачем? Нет, нет, ну, мы можем оставить какой-то опыт другим. Будут создаваться другие поселения. Что мы можем им порекомендовать? Да, вот то, что была одна цель. Я к чему говорю? Если мы строим в деревне, да, например, там в деревне какое-то поселение, это одно, да. Если мы все-таки акцентируем внимание, что мы строим родовое поселение, поселение родовых поместьй, то тогда мы должны понять, а какая же цель вот у этих родовых поместьй, которая отличается от того, что жизнь в деревне. Понимаешь, какая? Так вот, вот это надо понять. И когда мы это понимаем, тогда у нас получается общая цель, у нас одна общая цель. Соответственно, она нам дает возможность. Она есть в книжке, я про это и говорю, что просто мы его, ну, как бы, оно... Если мы не сформировали еще просто общий вектор, да? Да, его нету, нету. Я могу сказать, что это вот его практически, ну, то есть, его нету. Возможно, его никогда не будет. Или будет у всех по-разному. У всех по-разному. Вот, ну, как бы, мы взяли вот-вот. Почему, почему... Примерно, в книжке все замечательно написано. Почему космический корабль, родовое поместье? Потому что вот даже вот я вот сейчас беру, вот мы живем вот с Ларисом, у нас свой этот... У нас свое мировоззрит, наш космический корабль. То есть, по сути, там все правильно написано. Да, у нас все правильно написано в книжках. Просто там, ну, это изложено так вот как-то, ну... Потому что вот книжки прочитал, всегда хочется где-то что-то спросить. Потому что я когда книжки прочитал, то есть я сразу стал везде ездить. То есть, ну, выискать. Просто я помню, что в книжках есть что-то, но там нет до конца. Сейчас, конечно, я уже книжки эти не читаю. У меня есть уже свое какое-то другое видение. Но я кучу объездил. Я объездил кучу всего. Всяких мастеров этих. Я уже с этих позиций, вот этих, что я получил, как бы, знаний, я уже понимаю, о чем в книжках написано. Ну, по крайней мере, его улавливаю уже. Что хотелось там сказать, но там не у кого спросить. Ну, самим надо, значит. Не у кого. Надо самим стать источниками. Ну, да, да. Почувствовали мы вот это, правильно почувствовали. Правильно все почувствовали, правильно. Но уже сама реализация, она начала уводить. То есть, когда мы почувствовали, мы почувствовали просто каким-то внутренним. А когда мы начали действовать, мы начали здесь с позиции ума, с позиции образов. А это и есть ошибка. Потому что мы идем по образам. А надо быть, вот, ну, я не буду глубоко говорит. Я у меня свою точку. Да, у всех своя точка зрения. Но нам как раз и интересно было, ну, хотя бы в общих чертах понять как ты это видишь но тем не менее ты рад что ты по этому пути пошел не жалеешь об этом у тебя есть положительные да я не жалею об этом совершенно я здесь уже живу как говорится сколько 15 лет и поэтому чем я живу здесь постоянно все 15 лет я никуда не уезжаю и сравнивая то есть я много езжу много езжу по клиентам там по деревням конечно тоже есть вот эти клиенты есть у них тоже в деревне больше гектара то есть участке есть но все равно там там по-другому все то есть вот это вот как бы с такой свободы вот как вот здесь и вот на своем участке и то есть я уже не вижу и не понимаю вообще я уже не понимаю как люди квартир живут хотя ну надо понимать что здесь в квартирах жить проще то есть там не в каком-то смысле в каком смысле начинали надо когда начинается там весна что ты начинаешь и так думать делал просто одно с другим если там в городе ничего не надо делать а тут надо здесь покосить здесь потекло там даму смыло пруд надо чинить а это ддт то есть вот это бесконечно выбор уже нету то есть мне нравится я не вижу других вариантов для себя мы тоже ну да 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 живем строим но это постоянно бесконечный процесс спасибо тебе большое слушай очень классный я думаю будет выпуск потому что ты так много нам полезной информации и по хозяйству и своих так сказать философских воззрений вот видение того что мы делаем и как нам это надо делать спасибо как смог спасибо вам всего самого лучшего доброго до развития вам процветания до вашему поместью друзья счастлива а Включил и так включил. Стрелялся? Хочешь, чуть-чуть, чуть-чуть, берусь вперёд, она к тебе пролетела. Ну и что она в керне? Я-то, я-то, я-то перенесу её, в принципе, тоже меня кусали, вроде я так спокойно. Ладно, у тебя очки-то, ладно, в глаз не попал, а, в глаз не было.